Начало с зеленым стартом до Ларджинькидзовский район. На улице Социалистической высажены почти полсотни молодых груш. Кипит благоустроительная работа на кольцевой автомобильной развязке в Сосновом Бару. В индустриальном районе вовсю идет вертикальное озеленение, когда цветы высаживаются и на опорах освещения, и на специально изготовленных конструкциях. Высаживаем вот в эти вот так называемые фонтаны цветы в кашпо. Высаживаем в основном петунью, потому что она, во-первых, у нас цветет до самых заморозков, и сезон достаточно декоративно. И в наших городских условиях она хорошо развивается, и относительно неприхотлива по сравнению с другими растениями. На вертикальные конструкции высаживается петуния не абы какая, а ампельная. Стебли этих цветов, разрастаясь, начинают живописно свисать из кашпо. При высадке цветов на клумбы и газоны предпочтение отдается растениям, которые хорошо переносят перепады температуры, цветут в разное время. В результате разноцветные клумбы будут радовать взор до глубокой осени. Одни цветы сменяют друг друга. Там, где у нас многолетние цветники, у нас цветение продолжается в течение всего вегетационного периода. Подобный творческий подход к благоустройству запомнился пермикам еще по прошлому лету, когда вертикальное озеленение применили впервые. Цветующий город пришелся по вкусу пермикам. В прошлом году тоже заметили было и понравилось. Здесь, по-моему, не было в прошлом году. Да, действительно красиво. Я считаю, что это полезно для города, улучшать его внешний вид. Я не видела в том году. А так очень нравится. Как сообщили в администрации Перми, в этом году на улицах и в скверах города будет высажено в общей сложности еще и 14 тысяч саженцев. Предпочтение будет отдано деревьям ценных пород. Сибирской сосне, липам, дубам и яблоням. Антон Шибанов, Сергей Пьянков, Телевизионная служба новостей.